В этом выпуске Тугры речь пойдет о хане, чьи заслуги были отмечены его народом. После трагической смерти Крым-Герай хана в 1769 году Государственный Совет Диван принимает решение избрать нового хана. Им становится 40-летний Девлет Герай IV. Как писал Халим Герай, это был человек приятной внешности и характера, полный благородства и доброты. Согласно старинному обычаю, Девлет Герай был воспитан черкесским князем Атык-Огла в 1748 году, когда трон занял его отец. Он возвращается в Бахчисарай и сразу же получает должность сероскира или военачальника. А уже в 1766 году отец делает его вторым лицом в государстве, назначив наследником на трон. С первых дней своего ханства Девлет Герай IV заявил, что продолжит политический курс своего дяди Герая и его главная цель – война с русскими. Оставив вместо себя в Бахчисарай брата Калпу, шех Бас Герая, он отправляется с войском в сторону Буджаха. На правом берегу Днестра он соединяется с усманским садразмом Молдаванджи Али Пашой для того, чтобы дать отпор русским, осадившим крепость Хатин. Хану удается нанести удар по русским позициям и отогнать от крепости, однако погодные условия превратили победу Герая в поражение. Освободив левый берег Днестра от русских, крымская армия во главе с Девлетом Гераем стала переходить по новому мосту, сооруженному по приказу Садразма Али Паши на правый берег. Такого опрометчивого поступка ни в Крыму Девлету Гераю не простили. И уже на следующий год он лишился трона, однако принц продолжал принимать самое активное участие в боевых действиях. Собрав по своими знаменами крымцев и черкесов, в 1774 году Девлет Герай высадился у берегов Алушты. Он хорошо знал, что на территории его родной страны уже проник оккупант. Неизвестно, как закончилось бы сражение, в котором лидировали крымцы, если бы не пришло сообщение, что в кучу Кайнерджи был заключен долгожданный мир. В 1775 году именно народ Крыма и ряд беев снова избрали крымским ханом Девлета Герая IV, а вскоре и от султана Халифа пришло официальное поздравление по случаю избрания Девлета. В 1777 году Девлет Герай IV передает свой трон двоюродному брату Шагину Гераю и удаляется в Румелию, в родовые владения Сараевизе. Он умер в возрасте 52 лет от болезни в 1780 году и был похоронен у мечети Аяс-Паша. Редактор субтитров А.Семкин